Всем большой привет! Мы на даче! Почему я снимаю это видео? Потому что мы собрались коптить сало. Правда забыли, что купили? Сало уже у нас вот висит, выветривается, как бы подсыхает, да? Оно должно обсохнуть, прежде чем коптить. А еще хочу похвалиться, что мы купили новую коптилку. Я вам в старых видео показывала, у нас была коптилка, но за столько лет, за 15 лет она у нас просто уже вся прогорела и заржавела. Мы ее выкинули. Но к осени похолодало и так хочется мяса, что мы приобрели себе новую коптилку. Знаете, когда была коптилка на дровах, нужно было все время регулировать подачу огня. То Владик поддувал феном, то шевелил, то пошел дождь. И всегда какие-то проблемы коптилось намного дольше. И мы решили себе облегчить жизнь, взять немного подороже, но уже взять именно газовую коптилку. А чем она нам еще нравится, что она собирается как шкаф. И мясо мы можем составлять как в шкафу и открывать и проверять. Так удобнее. А раньше мы всегда вешали сверху и не всегда было понятно. Прокоптилось мясо, приходилось доставать, смотреть и вешать заново. Здесь мы думаем будет гораздо удобнее. Сейчас будем собирать и все вам покажем. Мы такие счастливые. Купили коптилку, замариновали мясо, сало. Едем на дачу и думаем, блин, а стружек-то нет. Мы даже и забыли, что купили себе вот этот аппарат, который будет делать нам стружки из разных веток. Вообще мы давно его хотели, Владе купил, просто было сейчас, ну как бы не нужен был. Раньше у нас был дисковый такой аппарат, был старенький, неудобный. Надо было сверху сильно давить, чтобы она там разрубала. А теперь мы купили роторный, который будешь просто опускать, и он сам будет зажевывать эту ветку и делать нам опилки. Хотела сказать, что сейчас мы соберем и обязательно ее тоже покажем. Знаю, что будете спрашивать, где купила, сколько стоит, что за марка, поэтому не переживайте. Всю эту информацию оставлю в первом комментарии и в описании к этому видео. Сейчас мы все это соберем и покажем, как это все работает. Как стружка идет, как будет коптиться мясо. И если кому-то интересно и тоже хочет приобрести такой товар, то обязательно заходите в первый комментарий и покупайте. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Посмотрите, какая красота! Думаю, в этой коптилке от того, что так красивое мясо будет еще вкуснее. Вот такая она многофункциональная, несколько рядов. Внизу здесь стоит тарелка, в нее капает жир. А вот здесь вторая тарелка, сюда уже кладутся опилки, извините, вечер. И здесь уже прям комфортка, которая будет подогревать наши опилки. Посмотрите, как интересно зажигается. Не надо ни спичек, ничего. Можно убавить, можно добавить. Посмотрите, как интересно. Хоп! Смотрите, до конца и вот медленный огонь. Все продумано. Поэтому не зря мы взяли именно эту коптилку. Ну, конечно, может быть, я рано хвалюсь. Еще не знаем, что у нас получится. И самое главное это стружки и, конечно же, хороший маринад. Как я мариную мясо? Есть на канале. Заходите, смотрите, пишите. Маринованное сало для копчения и вам все выдаст. Муж меня тут поправил. Вы должны писать голобум, соленое сало. И я что соленое сало, что для копчения мариную одинаково. В раз соли. Очень вкусно. Заходите, смотрите. Ссылочку оставим под видео на этот ролик. Именно на соленое сало, чтобы вы могли без труда зайти, найти, посмотреть и приготовить. Вот такая рушилка у нас получилась. Очень довольно интересная. Небольшая, не такая тяжелая, что как у нас раньше была. Смотрите, с ящиком, с замком. Видите, интересно так зажимаешь и она уже никуда отсюда не денется. Опускаешь и вытаскиваешь. Смотрите, какой большой контейнер для стружки. Мне кажется, должна быть хорошая. Но сейчас проверим в деле. Посмотрите, что мы обнаружили. Здесь еще есть регулятор стружки. То есть, если крупная ветка, можно сделать покрупнее стружку. Если нужна помельче, можно сделать помельче. Очень даже интересная вещь. Пригодится. Смотрите, какие есть интересные кнопки. Включить, выключить, как обычно. И если вдруг у тебя там что-то застряло, просто нажимаешь на эту кнопку, чтобы крутилось в обратную сторону, и будет выходить то, что застряло. Хочу сказать, та прошлая у нас была дисковая. И ей мог пользоваться только Владик. Сейчас она роторная. И поэтому ей смогу пользоваться даже я. Вчера мы не доделали ничего, потому что было сильно поздно. И мы не стали уже шуметь, чтобы никого не беспокоить. Сегодня мы приступаем. Сейчас будем делать стружку. Но она не то, чтобы стружку делать, а как рубит. Будем пробовать. Знаете, чем это мне нравится машина от старой? Сейчас покажу. Ну, да, секретарь было, где этот кризис. Нет, сначала маленькие. Попробуем. Ага, идет. Что классно? Смотрите, держать не надо, давить не надо, сама туда затягивает, рубит. А получается вот так. Сейчас покажу. Вот такая вот стружка. Смотрите. Ну, эта стружка, конечно, немного великовата для копчения, поэтому вот этим регулятором сейчас сделаем еще меньше, нарубим и приступаем коптить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Стружки от новой дробилки не подошли для копчения, поэтому нам пришлось делать их самим с помощью электропилы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прошло 3 часа. Пару раз мы подсыпали опилки. Выключаем коптилку и смотрим, что получилось. Вот так. Я еще сама до конца. Вау, смотрите, за 3 часа, как хорошо закоптилось. Внизу жир. Видите, туда капает. Это очень хорошо, что не попадает на огонь. Ну, а теперь вытаскиваем. Вытаскиваем. Ох, оно все мягенькое. Хорошо так приклеилось даже. У меня тут еще одна вилочка. Мы уже одну партию вытащили. Вот посмотрите, какая красивая. Уже остыла. Я еще, знаете, что делаю? Я всегда... Ой, немножко дым, я задыхаюсь. Я всегда, когда она хорошо остынет, я еще ее мою, вытирая кухонными салфетками, и только потом мы кушаем, чтобы все равно вот этот первый дым, который попадал, его немножко смыть. Мне кажется, так немножко будет... Ну, не так вредно для здоровья. Поэтому вытаскиваем. Кстати, мы уже попробовали. Это такая вкуснятина. Окорочок до такой степени закоптился, аж разваливается. Пыталась его резать, а он просто разваливается. Посмотрите, сколько вкусного мяса, сала окорочков получилось. Дешево и сердито. А все благодаря вот этой коптилке. Три часа, и у вас вкусное мясо готово. Кстати, следующая моя будет покупка и копчение. Это рыба. Хочу сказать, мы ни одной минуты не пожалели, что купили коптилку, как и дробилку. Поэтому хочу сказать, вы все равно будете спрашивать, где я это все взяла. Я вам сразу говорю, все ссылки на этот товар я оставлю в описании к этому видео и в первом комментарии. Посмотрите, какое получилось мясо. Я сразу расскажу. Я его немного обмыла в горячей воде для того, чтобы смыть первый вот этот нагордым, потому что считаю, что так будет более безопасно для организма. Теперь будем пробовать резать. Раз я все это вам показываю, значит покажу, какой он и в разрезе. Сало выглядит вот так. Скажу честно, мы с Ладиком уже попробовали. Это просто объедение. Из всего этого сало мне, конечно, понравилось больше всего, потому что в нем есть жирок. Смотрите, какая красота. Это сало. Сейчас нарежем мясо. Теперь режем мясо из-под шашлыка. Вот этот кусок попался тоже более жирный. Этот будет намного вкуснее. Смотрите, какая красота. Сейчас возьму кусок мяса, где не был такой жирный, где больше мякоти. Мясо получилось. Вот этот, например, смотрите. Вот это именно любят мои дети, где намного меньше жира. Ой, какой красивый в разрезе. А вкусный, вы не представляете. Смотрите, какая красота. Это мясо, которое я уже рассказывала, брала, берем всегда на шашлык, мы же его и коптим. Вот такой вот он внутри в разрезе. Ну, а корочок это вообще нечто. Он до такой степени прокоптился, что он просто ломается руками. Вот настолько вот он приготовленный. Даже если его сейчас нарезать немного. Вот, смотрите, какая красота. Его можно нарезать. Он весь прокоптился. Никаких красных кусочков, ничего. Это такая вкуснятина. Кокорочка, конечно, у нас улетает гораздо быстрее, чем сало. Аромат стоит копченого сала и мяса на весь дом. Это невероятно вкусно. Просто космос. Шкурка жуется. Но все это благодаря тому, что Владик его полил паяльной лампой, потом солили, выдержали 3-4 дня. Все это дает идеальный вкус салу и мясу. Ну и, конечно, наша новая коптилка. И если вы хотите посмотреть рецепт, как я солю сало, то можете посмотреть в этом видео и в этом. А также не забудьте, что у меня есть ТикТок канал и Инстаграм. Переходите, я всем буду рада.